Эдгар Бо. Бочка о Монтельядо. Заставляла меня не предпринимать ничего рискованного. Я хотел не только наказать его, но остаться безнаказанным. Обида не отомщена, если мщение отзывается на мстителей. Она не отомщена тоже, если мститель остается неизвестным обидчику. Прошу заметить, что я ни словом, ни делом не подал фортуната повода усомниться в моем благорасположении. Я продолжал встречать его с улыбкою, и ему в голову не приходило, что вызывается теперь моя улыбка, лишь мыслью о его погибели. У этого фортуната была одна слабость, хотя в других отношениях это был человек, внушавший уважение и даже страх. Он тщеславился тем, что был знатоком в винах. Весьма немногие итальянцы настоящие виртуозы своего дела. Большую частью их восхищения соразмеряются с требованиями данной минуты и направлены к одурачиванию английских и австрийских миллионеров. В отношении живописи и разных камней фортуната, подобно всем своим соотечественникам, был шарлатан. Но он не кривил душою в оценке старых вин. С этой стороны я походил на него. Я был сам знатоком итальянского вина и скупал его большими партиями отовсюду. Однажды в сумерке, в самый бешеный разгар карнавала, я встретил моего приятеля, который приветствовал меня с чрезвычайной любезностью, потому что был уже порядочно навеселе. Он был в костюме шута, весь обтянутой пеструю, полосатую тканью и в остроконечной шапке с бубенчиками. Я так обрадовался ему, что не переставал трясти его за руку. — Дорогой фортуната, — сказал я, — как вы, кстати, попались. Но каким вы молодцом сегодня. Слушайте, я получил бочку Амонтильяду, но она мне что-то сомнительна. — Что такое? — проговорил он. — Амонтильяду. Целая бочка. И среди карнавала. Невозможно это. — И мне подозрительно, — сказал я. — Я сделал такую глупость, однако, что заплатил как за Амонтильяду, не посоветовавшись с вами. Но вас нельзя было нигде отыскать, а я боялся пропустить случай. — Амонтильяду. Сомнительно мне. — Амонтильяду. И мне хочется убедиться. — Амонтильяду. — Если вам не до того, то я обращусь к Лукезе. — Если уже кто, так именно он понимает. Пусть решит. — Лукезе не отличит Амонтильяду от Хереса. — Однако дурачок говорит, что он не уступит вам в оценке вина. — Пойдем. — Куда? — К вам в подвал. — О нет, дорогой мой, я не хочу злоупотреблять вашей добротою. Ведь вы идете в гости, я вижу. — Между тем, Лукезе, какие гости! — Идем. — Нет-нет, если вы и не приглашены никуда, то все же та простуда, которую вы страдаете. Подвал у меня крайне сырой, на стенах плесень. — И все же пойдем. Моя простуда взор. — Амонтильяду. — Я уверен, что вас надули. А Лукезе не умеет отличить Амонтильяда от Хереса. Говоря это, Фортунато подхватил меня под руку. Я закрыл лицо черной шелковой маской, набросил на плечи плащ и пошел с ним послушно к моему палаццу. Никого из прислуги не оказалось дома. Все разбежались по случаю праздника. Я говорил им, что не ворочусь ранее утра и строго приказал никому не отлучаться из дома. Такого приказания, как я хорошо знал, было совершенно достаточно для того, чтобы они все исчезли, лишь только я вышел на улицу. Вынув две свечи из канделябров, я дал одну из них Фортунато, другую взял себе. И повел приятеля через длинный ряд комнат к сводчатому проходу, который тянулся до лестницы в подвал. Она была длинна и винтообразна. Я советовал своему спутнику идти осторожнее. Мы добрались, наконец, до последней ступеньки и остановились перед склепами Монтрезоров. Фортунато пошатывался, и колокольчики на его шапке позванивали при его движениях. «А бочка?» – проговорил он. «Она там, далее», – отвечал я. «Но вы посмотрите на эти стены, покрытые чем-то вроде блестящей паутины». Он повернулся и уставился на меня своими мутными, посовелыми глазами. «Что же это? Селитра?» – произнес он, помолчав. «Да, селитра», – ответил я. «Но давно у вас такой кашель?» «Кхе-кхе-кхе!» Он долго не мог произнести ни слова. «Пустяки это!» – произнес он, наконец. «Как пустяки?» – возразил я решительно. «Нет, мы воротимся. Здоровье ваше слишком драгоценно. Вы богаты, пользуетесь почетом, любовью. Вы так счастливы, как был некогда и я. Вы такой человек, о котором все пожалеют. Это не то, что я. Пойдем назад, вы можете заболеть, и я не хочу брать на себя подобной ответственности. К тому же Лукезе... Но будет, перебил он. Кашель мой сущие пустяки, несмертельный. Если придется мне умереть, то никак не от этого кашля. Что верно, то верно, сказал я. И мне вовсе нежелательно пугать вас по-пустому, но все же осторожность не помешает. Глоток этого метка защитит нас от сырости. Я отбил горлышко у одной бутылки, которую взял из целого ряда лежавших на песке. Пейте, сказал я, подавая ему вино. Он поднес его к своим губам с усмешкою, отпил и кивнул мне приятельски, причем колокольчики его опять зазвенели. «Пью в память покоящихся здесь», – произнес он. «А я за ваши многие лета», – ответил я. Он снова взял меня под руку, и мы пошли далее. «Что за громадный склеп», – заметил он. «Род Монтрезоров был многочислен и считался великим, – ответил я. «Я позабыл ваш герб. Большая золотая человеческая нога на лазоревом поле. Она попирает ползущую змею, вонзившую жало в ее питу. А девиз? Никто не уязвит меня безнаказанно». «Славно», – проговорил он. Вино искрилось у него в глазах. Колокольчики позванивали. Медок заставил разыграться и мое собственное воображение. Мы прошли среди куч костей, нагроможденных в перемешку со старыми доспехами и бочонками до самых отдаленных окраин склепа. Я снова остановился и ухватил фортунато за руку повыше локтя. «Посмотрите, выноси литру», – сказал я. «Масса ее увеличивается. Она покрывает своды, как мох. Мы теперь под руслом реки. Капли просачиваются и шуршат среди костей. Воротимся, пока не поздно. Ваш кашель! «Вздор это!» – перебил он. «Идем далее, но еще бы один глоток метка!» Я отбил горлышко у бутылки Деграва и подал ее ему. Он осушил ее разом, и глаза его загорелись диким блеском. Он расхохотался и швырнул бутылку вверх с каким-то непонятным для меня жестом. Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил тот же выверт, очень смешной. «Не понимаете?» – спросил он. «Не понимаю». «Так вы, значит, не принадлежите к братству?» «Какому?» «Вы не масон?» «Масон, масон», – сказал я. «Вы?» «Не может быть!» «Вы каменщик?» «Уверяю вас!» «Покажите знак!» «Вот он!» – сказал я, высовывая лопату из-под своего плаща. «Вы шутите!» – воскликнул он, отступая на несколько шагов. «Однако пойдем к Амонтельяду!» «Ваша воля!» – сказал я, пряча снова лопату под плащ и беря его под руку. «Он тяжело опирался на меня. Мы шли далее, то спускаясь, то поднимаясь опять выше, пока не достигли глубокой ниши, в спертом воздухе которой наши свечи едва мерцали. В конце ее находилась другая, меньшая. Стены ее с трех сторон были заставлены костями до верха, как в больших парижских катакомбах. На четвертой стороне они лежали беспорядочной кучей, через которую далее виднелось еще помещение, футов четыре глубиною, в три шириною и вышиною в шесть или семь футов. По-видимому, это не была нарочно для чего-нибудь устроенная ниша, а просто промежуток между двумя колоссальными устоями, на которых покоился с этой стороны свод катакомб, заканчивавшихся здесь толстую гранитную стеною. Фортунато старался разглядеть глубь этой норы, поднимая свечу, но напрасно. При ее слабом мерцании нельзя было рассмотреть ничего. — Ступайте, — сказал я, — а Монтельяду там. Что касается Лукези... — Лукези невежда! — перебил он, подвигаясь нетвердыми шагами вперед. Я следовал за ним по пятам. Он ткнулся в гранитную стену и остановился в тупом удивлении. В то же мгновение я бросился к нему и приковал его к стене. В ней были две железные скобы, вбитые на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. На одной из них была короткая цепь, на другой — висячий замок. Я прикрутил его в одну минуту, он был слишком ошеломлен, чтобы оказать мне какое-нибудь сопротивление. Вынув ключ из замка, я вышел из ниши. — Пощупайте стену, — сказал я. — Вы убедитесь, что она вся в селитре. — Действительно, здесь страшно сыро. Позвольте мне попросить вас еще раз воротиться. Не хотите? — Так я принужден вас оставить. Не прежде, впрочем, чем окажу вам услуги, какие могу. — А Амонтельядо? — проговорил он, все еще не придя в себя. — Ах да, Амонтельядо! — повторил я, отбрасывая в сторону кости, под кучей которых находились кирпичи и известка. С помощью моей лопатки и этих материалов я принялся быстро замуровывать вход в углубление. Но не успев еще доложить первого ряда кирпича, я понял, что опьянение Фортуната уже значительно уменьшилось. Первым доказательством того был жалобный крик, раздавшийся из глубины ниши. Это не был крик пьяного человека. Потом наступило полное молчание. Я положил второй, третий, четвертый ряд и услышал неистовое бряцание цепью. Этот звук длился несколько минут, в продолжении которых я мог вдоволь наслушаться его в свое удовольствие, потому что присел, чтобы отдохнуть от работы. Когда шум стих, я принялся снова за нее и сложил пятый, шестой и седьмой ряд кирпича. Стенка доходила уже мне до груди. Я приподнял тогда обе свечи, озарив их слабыми лучами того, кто находился там, в глубине. Раздавшиеся внезапно один за другим страшные вопли заставили меня даже отшатнуться назад. На минуту я потерялся, почувствовал страх, даже обнажил свою шпагу и стал размахивать ею, но тотчас же успокоился и продолжал свое дело. На крики я отвечал своим криком. Они усиливались. Я вторил им еще громче и громче и достиг своей цели. Тот стих. Была уже полночь, когда я доложил десятый ряд. Я принялся за одиннадцатый, последний. Оставалось укрепить только крайний кирпич, как вдруг слух мой был поражен хохотом, от которого волоса поднялись у меня дыбом на голове. Потом раздался голос, совсем не похожий на тот, которым говорил прежде благородный Фортунату. Ха-ха-ха. Славная шутка. Отличная. Насмешит она всех в моем палаццо. Ха-ха-ха. Это вино. А Монтельядо, подсказал я. Ха-ха-ха. А Монтельядо так точно. Но не поздно ли? Нас ждут в палаццо, сеньора Фортунато и все. Воротимся. Воротимся, повторил я. Ради самого Бога. Монтрезор. Да, ради самого Бога, повторил я опять. Но на эти слова не последовало уже ответа. Мне стало досадно, и я позвал. Фортунато. Ничего. Я крикнул опять. Фортунато. Опять ничего. Я просунул свечу в незаделанное еще отверстие в стенке. Она упала туда, но в ответ послышалось лишь бренчание колокольчиков. Я почувствовал дурноту, вероятно, от сырости в склепе. Надо было закончить работу. Я вложил последний кирпич, замазал его и воздвиг у новой стены груду костей в прежнем порядке. Их не тревожил ни один смертный в течение полустолетия. Да покоится с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова